всем привет с вами снова алина и сегодня я хочу рассказать вам про 8 моих самых любимых бюджетных продуктов которые я купила за свои деньги мне никакие бренды их не прислали и я хочу поделиться этими классными штучками с вами я собрала коробочку со всеми этими средствами и поняла что практически ими всеми я и делаю свой повседневный макияж и если вам кстати интересно видео про мой повседневный макияж оставьте это в комментариях и по какой-то сложившейся традиции все обычно начинают подобные обзоры с тональников с консилеров я не буду оригинальный и покажу вам свой самый любимый тональник которые я использую наверное уже года четыре то есть тут как он появился так им наверное пользовалась в общем этот тональник от фирмы catrice all matte у меня оттенок 025 и это просто божественный тональник я реально за все эти четыре года по моему ни разу ему не изменила то есть постоянно свое макияже повседневном вечернем я использую именно его у меня там быть какие-то попытки там с мэйбеллин подружиться но нет этот малыш причем он реально довольно бюджетный просто лучшее что происходило с моей кожей и знаете наверное самый важный показатель то что многие незнакомые девушки подходили ко мне и спрашивали а каким тональником я пользуюсь то есть они не говорили какая у тебя классная кожа нет они меня спрашивали каким тональником я пользуюсь то есть он им нравится со стороны и по моему это лучший аргумент в то чтобы просто присмотреться к этому тональнику просто бэст я всех по моему же на него подсадила и самое классное что с ним не нужно использовать пудру потому что другие тональники обычно подразумевают что вы будете фиксировать их пудры нет с этим этого делать не нужно потому что он как бы матирующий но при этом мою сухую кожу он абсолютно не сушит и если переходить консилером я ими пользуюсь не каждый день наверное только в те дни когда я чуть хуже высплюсь когда у меня есть какие-то знаете синяки вокруг глаз и тональник не всегда это прикрывает потому что он как бы плотный но не такой знаете типа как дермакол так вот чтобы цвет моего лица стал еще лучше я долгое время использовала корректор по моему от фирмы вен с собой использовала его наверное тоже года три но так получилось что в день когда у меня полностью закончился этот консилер мне нужно было накраситься я пошла в магазин где обычно брала этот консилер его там не оказалось и мне предложили на замену вот этот вот от эвелин насколько я правильно произнесла название в общем это светоотражающий хайлайтер и корректор как хайлайтер конечно я бы его не позиционировала это именно корректор причем корректор очень достойный и перекрывает он все что мне нужно то есть если у меня даже есть какое-то воспаление у меня есть вот эти пресловутые черные там темные круги вокруг глаз все это перекроется и даже с помощью него я иногда делаю такое легкое контурирование но только без использования скульптора в общем использую его только первую упаковку и могу сказать что это однозначный фаворит и находка наверное этого года потому что ну просто отличный корректор если вы ищете какой-то корректор который не будет такой плотный как замазка а вивен собой если честно был все-таки плотноват он действительно напоминал замазку этот же легкий при этом кроющий и создает знаете такой эффект отдохнувшего лица в общем корректор наверное будет моим фаворитом в течение всего следующего года и перед тем как я вам покажу свой самый любимый бронзер которым я тоже пользуюсь уже года три я хочу заранее извиниться потому что выглядит он просто супер нелицеприятно вы видите он изнасилован он практически наполовину использован и это за три года до именно вот этому вот бронзеру ему три года и насколько я помню это бронзер от фирмы айчин д бренд который выпускает одежду выпуская действительно неплохие бронзеры если вы будете в этом магазине обязательно присмотритесь к этому бронзер я кстати не знаю выпускают их до сих пор или нет на днях кстати по 2 м заодно узнаю потому что ну этого малыша нужно обновить просто даже по эстетическим соображениям он не очень нравится но я бы наверное купила новый потому что пользоваться таким изнасилованным тоже как-то не эстетично он идеально подходит мне по цвету и создает на моем лице легкий эффект загара и при этом не выглядит так как будто бы он какой-то там оранжевый и очень мне важно что он не имеет знаете запаха автозагаров то есть бывает бронзеры пахнут очень специфически у этого запаха который меня раздражает абсолютно нет он запахов вообще никаких не имеет зимой и летом весной осенью пользуюсь им круглый год и этот малыш всегда есть моей косметички и сейчас приготовьтесь я покажу вам самый нереальный хайлайтер который можно только найти за 200 рублей я действительно его покупала за 200 рублей это было буквально позавчера потому что я не могу показать как выглядел тот хайлайтер который я покупала четыре года назад если честно я какая-то стариканша в плане использования косметики потому что я использую ее как вы видите очень долго если мне нравится какой-то хайлайтер я буду пользоваться им до скончания века и чтобы вы поняли насколько я люблю этот хайлайтер просто посмотрите я полностью его закончила я наверно ни разу в жизни полностью не заканчивала какие-то сухие текстуры потому что представляете насколько сильно мне должен нравиться этот продукт и последние наверное недели две я уже просто по крупицам собирала его потому что никак не могла выйти за новым так вот что же это за хайлайтер и ирония заключается в том что на самом деле это вообще-то не хайлайтер а запеченные тени от фирмы divash color sphere и у меня конкретно оттенок 19 и оттенок 18 но так получилось что предыдущий хайлайтер который я изнасиловала который я вам показала он был в двадцатом оттенке но сейчас его почему-то не выпускает и я очень расстроилась но в то же время мое расстройство ничем не подкреплено потому что я уже если честно и не помню как он выглядел раньше когда его только купила потому что последний год я наверное использовала его в том состоянии когда уже было видно его дно так вот я купила вот эти вот два малыша один из них потеплее другое похолоднее я их иногда смешиваю но если честно наверное моим самым любимым будет 19 оттенок боже мой какой же он классный и насколько я знаю многие сравнивают эти тени с хайлайтером мэри лу и по моему сравнение действительно достойно потому что эти тени за 200 ну максимум 250 рублей они по моему без акции стоят просто одно из лучших из того что случалось со мной в плане косметики я пробовала очень дорогие хайлайтеры хайлайтеры профессиональные но эти малыши просто супер у меня кожа сухая на мне они держатся целый день и могу искренне вам посоветовать вот просто от всей души если вы до сих пор ищите идеальный хайлайтер посмотрите на стеллаж divash кстати это звучит очень странно настолько его люблю что периодически вот просто ловлю себя на мысли что я просто зависла и наношу 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 его там что задумывалась потом чуть растушевала и опять наношу наношу то есть настолько мне нравится вот это свежее сияние которое он придает я не скажу что тут нет шиммера шиммер в нем все-таки присутствует но он не крупный очень деликатный и правда кожа смотрится просто какой-то такой холёный в любом случае предлагаю вам поэкспериментировать равно деньги небольшие вы честно не пожалеете использовать его как хайлайтер если говорить о тенях то моим просто нереальнейшим фаворитом будет вот эта вот палетка от my cup revolution это iconic 2 и это полный аналог теней от urban decay у меня в инстаграме был пост где я рассказывала об этой палеточки я оставлю на него ссылку в описании можете ознакомиться сам моего потрясающая особенность заключается в том что кроме того что он практически идентично повторяет цвета из вышеназванной палетки так и стоит на 4000 дешевле то есть вы понимаете 4000 рублей разницы а качество вы получаете действительно такое же тут есть и матовые и шиммерные оттенки но очень мне нравится тот момент что шиммерные оттенки они на глазах выглядят как какие-то пигменты даже если вы наносите их сухим способом если же вы захотите нанести их влажным способом то это будет просто какой-то космический эффект при этом не будет знаете там каких-то осыпаний каких-то блесток по всему лицу нет все очень деликатно и в стиле опять же этого самого urban decay просто потрясающая палетка и очень многие я знаю ее любят за идеальный черный матовый тон потому что им очень удобно рисовать например стрелки я стрелки не люблю рисовать какими-то жидкими гелевыми подводками мне больше нравится эффект который я достигаю использование именно вот этих вот теней и если я рисую стрелки то скорее всего это будет как раз таки с использованием этих тенешек короче если вы ищете какую-то идеальную палетку теней то обязательно обратите свое внимание на эту правда не пожалеете тена у нее более чем демократичная а качество ну просто космос и кстати во всех моих предыдущих видео и в сегодняшнем у меня на глазах как раз таки тени из этой палеточки сегодня я использовала вот этот вот оттенок и еще я иногда использую вот этот оливковый то есть это два моих любимых оттенка если переходить губам то могу сказать что опять же уже далеко не первый год моими фаворитами являются вот эти вот карандаш от vivienne собой и конкретно как видите самый измученный карандаш 202 оттенки потому что и сейчас он у меня на губах правда он смеси с блеском который я покажу дальше но могу сказать это лучшие карандаши из всех что я пробовала и использую я их именно как помаду наношу на все клубы смешиваю например с бальзамом и я знаю что в течение дня они точно там как-то сильно меня не подведут и при этом иронично но все оттенки из этой коллекции мне подходят особенно я люблю 101 102 103 и 202 то есть четыре моих самых любимых оттенков если вы ищете какую-то универсальную помаду какой-то универсальный карандаш обратите свое внимание на этих малышей 202 тон реально идет всем я не знаю ни одного человека ни одну девушку которой не идет 202 карандаш от vivienne собой и всегда в каждой косметичке в каждой моей сумочке у меня есть на какой-то непредвиденный случай по карандашу и вот кстати блеска которым я говорила ранее который у меня сегодня тоже на губах я его совсем чуть-чуть нанесла и это блеск под люкс визаж я тоже его по моему показываю в каком-то из своих видео его самая крутая особенность он пахнет арбузиком это же просто божественно очень важный момент что этот блеск абсолютно не липкий я не скажу что он знаете как вода на губах нет но по сравнению с другими блесками которые я пробовала этот просто супер не липкий и при этом он не создает на губах знаете какое-то такое колхозное сияние как в нулевые нет все очень деликатно и губы смотрятся более ухоженными увлажненными потому что когда используешь карандаш какую-то матовую помаду губы зачастую пересыхает и выглядят не так ухоженно нет если вы хотите чтобы ваши губы выглядели знаете так чуть более роскошно то обратите свое внимание это белорусский бренд стоит этот блеск тоже очень дешево и попробовать его я бы наверное рекомендовала каждый и конкретно я рекомендую оттенок десятый потому что на мой взгляд это самый удачный он идет всем и он прекрасно сочетается с абсолютно любыми помадами карандашами в общем мой любимчик и последний на сегодня супер классный бюджетный продукт это вот это вот матовая помада от golden rose и она кстати тоже в десятом оттенке как и предыдущий блеск и если вы попросите меня охарактеризовать оттенок этой помады то я вас просто отправлю в инстаграм певицы ханы потому что в народе уже по моему есть такое нарицательное понятие я хочу помаду как у певицы ханы так вот это именно тот оттенок который больше всего напоминает ту помаду которую используют певица хана то есть такой сероватый подтон да и многие мужчины его просто ненавидит например мой молодой человек просто презирает эту помаду а мне нравится вот ничего не могу с собой поделать мне очень нравится оттенок этой помады он стильный и он только для женщин реально мужчинам не нравится абсолютно но кстати это не единственный оттенок в линейке этих помад они супер стойкие это правда они не сушат губы ну то есть сушат в меру нельзя говорить что какие-то матовые помады вообще не сушит губы нет эти сушат но вообще вообще не критично то есть наверное это достигается за счет какой-то кремовой текстуры не знаю если вы хотите быть самой модной среди всех ваших подружек обязательно обратите свое внимание на эту помаду именно в этом оттенке я всем рекомендую попробовать именно этот оттенок тем более цена ну просто супер бюджет и не жалко будет если например он вам не понравится но опять же в магазинах как правило можно использовать тестер посмотреть насколько вам это зайдет нет но то что это будет действительно качественная помада я могу просто гарантировать и это были 8 моих самых любимых бюджетных продуктов если вам нравятся подобные видео и вы хотите чтобы я рассказывала про какие-то средства какие-то продукты которыми я пользуюсь и дальше напишите об этом обязательно в комментариях и не забудьте поставить большой палец вверх так я тоже буду видеть что вам нравятся такие ролики но если вы вообще не хотите видеть никакие видео про косметику и тому подобное то можете поставить дизлайк так я тоже буду знать вашу реакцию ну и конечно не забывайте подписываться на мой канал и нажимать на колокольчик чтобы не пропустить мои следующие видео но с вами была алина увидимся в следующем ролике пока